прежде чем довольны с вами со сцены сегодня поговорим про то как нас обманывают уже все слышали про фольксвагенский дизель-гейт а теперь его аналог в россии рашен бензиниш лапухан вы все знаете что по допускам volkswagen в россии должно применяться масло с допуском 502 из за что в нашем топливе якобы содержится очень много серы очень много и вообще наше топливо очень плохое европе они применяют допуск 504 который как бы по их словам продлевает жизнь мотору но это больше форм на вещь все правду про эти допуски вы знаете в ролике 502 504 а сейчас пока про рашен бензинный шлопухан основой всего этого является сейчас сверхсовременный допуск евро 6 который вовсю применяется в европе с 2015 года до этого были другие евро и стандарт по бензину и n228 и n228 это не экологический допуск а стандарт по бензину чтобы продлить срок службы самого двигателя основные параметры и претензии фольксвагена был в том что у нас в топливе содержится много серы по евро 6 должно быть не больше 10 там миллиграмм на объем потом у нас было содержание сфинца было сам допуск придумали тысячи этом году тогда на топливо было крайне плохое и сейчас по новым параметрам у нас должно быть не больше 10 процентов этанола и что же на самом деле у нас происходит по последним рекомендациям фольксвагена в 2000 это сагаду они везде рекомендовали лить в наши моторы только 502 допуска так как у нас плохой бензин 2019 год до сих пор нужно лить 502 допуска 504 в россии лить было нельзя до 2020 года что происходит 2000 году 2000 сам году фольксваген заключает договор с лукойлом на поставку для российского рынка фольксвагенского масла от лукойла и уже несмотря на то что под капотом фольксвагена корок ой шкоды корок наклейка 502 допуск они теперь при то заливает вам в те же самые моторы 504 допуск что случилось что нашим топливом может не знаю что то чего не знаем и я сейчас все расскажу все дело в том что в россии стандарт топлива евро 6 уже вовсю давно применяется первым 2016 году начал пускать топлива по стандарту евро 6 лукойл 2018 году после как роснефть купила башнефть и заполучила свои пользования в миск нефтеперерабатывающий завод они тоже стали выпускать евро 6 бензин январе 2020 года полный переход на вывоз бензина в татаре а сейчас так и рязанский нефтеперерабатывающий завод и 20 год в мае так нет выпускают бензин евро 6 понимаете у наш стране уже 2016 года есть евро 6 последний допуск в котором если вы откроете мой плейлист про бензин вы узнаете что поводу того как роснефть купила башнефть у нас в городе был только а и 98 после покупки стал вас а и сотый евро 6 стандарт и если вы откроете плейлист про бензин вы узнаете что в этих бензинах у нас серы не больше не то что не больше десяти а ваш нефти 8 а в остальных менее 5 процентов серы это очень хорошо вообще нету получается столько лет нас просто-напросто обманывали а для чего это делалось сейчас им просто нужно срочно продавать свое масло лукойловской от volkswagen и они разрешили песочный допуск а мотора те же самые получается как минимум два года обмана что и всего этого следует но также они говорят что типа у нас в топливе присадки плохие которые потом выпадают продукты горения катализаторе сбивает его но все это ерунда потому что если вы откроете опять же мой плейлист про бензин то узнаете что в лукойле применяется импортная присадка для топлива хай-тек в башнефть поменялся такая присадка как атом это немецкая присадка для топлива в бипи применяется присадка басов насколько я помню там все написано процентное содержание кто что откуда взялось это современные угол не такие современные но вас вас в основном современные присадки для топлива которые не хуже ничем чем европейские присадки для их топлива и по цену на что продаж дешевле если посмотреть топлива с октаном 98 100 в европе это будет полтора евро стоить у меня в городе пока я был в городе у нас три месяца там отсутствуем топливо у нас было 48 рублей за литр сотого бензина получается присадки не вредны серы минимум эфиров тоже малое количество и наш бензин он сопоставим по качеству с европейским и получается наш пиосай можно ли не то что фольсваген 504 а можно смело лить и допуск 508 который применяется в моторах понимаете к чему мы все пришли вместе потому что нас опять дурили а если ваш мотор тем более новенький ну да есть такая тема что если 508 допуск залить ну не то что в них вы залить а если в процессе работы вашего двигателя в контакт с вашим маслом попадет плохое топливо то она да она испортите допуски 502 допуск выдержит но если у вас новый мотор ваши кольца все хорошо снимает масло ничего не пропускает компрессионные кольца держит то даже если вы заправите с плохим бензином она просто не попадет в том количестве ваше масло чтобы его испортить ну конечно не заправить на плохие заправки заправьтесь на хороших заправках качество бензина и как его проверки в нашем плейлисте про бензин смотрите его будете узнать и будете громадным умелым и правильным пользователем своего автомобиля подписывайтесь на канал ставьте лайки